МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избегать контактов с птицами рекомендовали санврачи. Об этом не только через минуту. На первом канале Евразия главные новости. В студии Вероника Вишневская. Здравствуйте. И вот о чём ещё мы расскажем сегодня. ЧП на нефтеперерабатывающем заводе. Горит склад. Есть пострадавшие. В Казахстане намерены измерять качество жизни. Что дадут государству такие новшества? Непристойное поведение казахстанских артистов на сцене нецензурные слова. И наказание за это министр прокомментировала. Не контактировать с птицами призвали казахстанцев эпидемиологи. Обратиться к жителям вынудила ситуация, складывающаяся в мире с распространением птичьего гриппа и заражением людей. Что нужно предпринять, чтобы обезопасить себя? Светлана Пенькова расскажет. Официальные лица утверждают, в Казахстане птичьего гриппа нет. Но возможность проникновения в страну аж 5 на 1 или его подвидов не исключают. Поэтому специалисты обратились к казахстанцам, выезжающим за рубеж, и попросили воздержаться от посещения ферм. Место обитания диких птиц или забоя домашней. Избегать контакта с животными и те поверхности, которые могут быть контаминированы птичьим пометом. Также мы рекомендуем, чтобы граждане не покупали мясо птицы и яйца на неорганизованных рынках или неустановленных местах для продажи. В Австралии властям также пришлось предпринять меры. Они ограничили продажу яиц. На одного покупателя не больше двух упаковок. Дело в том, что на пяти местных фермах обнаружили птичий грипп и были вынуждены уничтожить 500 тысяч кур. Четыре года назад в Казахстане тоже фермерам и крупным птицефабрикам пришлось уничтожать зараженную птицу, а ветеринарам по всей стране экстренно вакцинировать здоровых особей. Но новый подтип птичьего гриппа опасен уже не только для пернатых. Он передается животным и даже людям. Первым заразившимся был 59-летний мексиканец. Когда он поступил в больницу, врачи взяли кровь на анализ и выявили аж 5Н2. Через несколько дней пациент скончался. Инфекция наложилась на хронические заболевания. У него была почечная недостаточность и с дыханием большие проблемы, которые развились в течение буквально нескольких часов. В США птичий грипп зарегистрировали уже в 10 штатах. И поскольку были зафиксированы случаи заражения коров, власти просят людей воздержаться от контактов с животными и употребления сырого молока. Также специалисты советуют почаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Причем эти советы подойдут не только тем, кто находится в зоне заражения, но и всем остальным, потому что вокруг полно других инфекций и осторожность не повредит. Индекс качества жизни планируют внедрить в Казахстане. С таким предложением сегодня в Сенате выступил глава высшей аудиторской палаты, а в прошлом премьер-министр Алихан Смаилов. В парламенте он озвучил ошибки бюджета за прошлый год и сообщил, какой еще объект проверят аудиторы. Все подробности в материале Жанель Канедзен. Глава высшей аудиторской палаты сегодня вновь говорил о пробелах в использовании бюджета в прошлом году. Сумма неосвоенных средств составила 498 миллиардов тенге. Центральные госорганы не ввели в эксплуатацию ряд информационных систем, на которые были выделены деньги. Местные исполнительные органы затягивали со сроками строительства, а инвестиционные проекты не были завершены. При полной финансовой обеспеченности в первый же год допущена волокита в реализации пилотного национального проекта «Комфортная школа». Алихан Смаилов предложил ввести единый индекс качества жизни. Этот механизм должен показать итог усилий правительства, то есть то, как расходы государственного бюджета влияют на благосостояние казахстанцев. А судить о комфорте и благополучии граждан будут по разным показателям. Например, по наличию работы, досуга, уровню оказания медицинской помощи, качество образования. Оценки эффективности социальной поддержки, базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения должен быть дан новый импульс. Выслушав все недочеты, которые озвучили аудиторы, спикер Сената Маулина Шимбаев заявил, что в бюджете есть несколько системных проблем. Доходы не поспевают за расходами. К тому же правительство часто использует средства из национального фонда. Компания «Шеврон», которая работает на Тенгизском месторождении, капитализация «Шеврона» 300 миллиардов. То есть одна компания, притом не самая крупная американская сейчас компания, ее капитализация в пять раз больше, чем весь наш суверенный фонд, накопленный за 25 лет существования. О чем это говорит? Там могли быть 100 миллиардов, 150 миллиардов, если бы мы так активно каждый год не изымали разными способами. Маулина Шимбаев высказался и по квази-государственным компаниям. Не учитывая гигантов, сам Руказана и Батерек, их около 6 тысяч. И не всегда они работают эффективно, считает председатель Сената. Они захватили очень огромные сектора в экономике. И они в большинстве неэффективны, и государство не сможет, за исключением каким-то, эффективно управлять теми или иными компаниями. Поэтому это все надо приватизировать, аутсорсить, отдавать иностранным инвесторам, внутренним инвесторам. Главный аудитор страны также рассказал, что проверят средства, которые потратили на строительство Экспо. По словам Альхана Смаилова, сегодня некогда популярный объект не в силах полностью себя содержать. Жанель Канидин, Алмаз Акимбек, Астана, Первый канал, Евразия. А вице-премьер Серик Жумангарин ответил на колкости депутатов в свой адрес из-за заявления о халяльной саранче. Это был, как он сам выразился, вброс, чтобы немного повеселиться. Напомню, ранее Жумангарин упомянул в одном из интервью, что в ряде стран саранчо употребляют в пищу, и вообще это халяльный продукт. Шутку оценили не все. Например, депутаты напомнили, что несвоевременная обработка очагов размножения саранчи может привести к многомиллионным потерям у фермеров. И вот сегодня прозвучал новый ответ вице-премьера. У нас достаточно такая напряженная общественно-политическая жизнь. И я же давно с вами общаюсь. Иногда я подобного рода вбросы делаю для того, чтобы вы немного повеселились. Но я нигде не говорил, что эту саранчу я предлагаю кому-то кушать. Я ответственный государственный чиновник. И, естественно, никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу. У нас, слава богу, продовольственная безопасность обеспечена. Сирик Жумангарин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан. Также заместитель премьер-министра заявил, что Казахстан готов к нашествию саранчи, как никогда. И что на борьбу с ней было дополнительно выделено 3 миллиарда 900 миллионов тенге. В этом году мы ее не упустим, пообещал он. И в продолжение темы. Площадь земель, которые в этом году обрабатывают от саранчи в Казахстане, больше, чем во всей Центральной Азии. Именно на 2024 пришелся естественный пик распространения вредителей. Ситуация находится на особом контроле премьер-министра страны. Химическую обработку планируют провести на 2,5 миллионах гектаров земли. С нашествием саранчи борются более 2,5 тысяч специалистов. Они используют почти 500 единиц техники, в том числе 36 самолетов. Впервые в этом году для обработки земли в труднодоступных районах задействованы дроны. К событиям в мире около ста человек пострадали во время массовых протестов в Армении. Люди требуют отставки правительства во главе с Николом Пашиняном и формирования нового кабинета министров. Митингующие собрались на площади перед парламентом. Некоторые пытались проникнуть на его территорию, кидали в полицейских бутылки. В ответ на это силовики применили светошумовые гранаты. Десятки человек были задержаны. После массовой стычки в Следственном комитете Армении завели уголовное дело. Что еще важного и интересного произошло в мире, расскажем в нашем международном обзоре. Сильнейший пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода на севере Ирака. Сначала загорелся склад с битумом, затем огонь перекинулся на ангары с асфальтом и топливом. Тушением занимаются десятки пожарных бригад, но пока безуспешно. Пострадали не менее 10 человек. По данным местных телеканалов, условия на заводе, где вспыхнул огонь, не соответствовали нормам безопасности. Проливные дожди обрушились на территорию США. Чрезвычайное положение объявлено в нескольких округах Флориды. Из-за мощных ливней дороги штата превратились в реки. В некоторых местах вода поднялась до уровня капотов автомобилей. Некоторые жители выбирают лодки как способ передвижения. Из-за разгула стихии отменены более 200 авиарейсов. Около 160 задержаны. Власти готовят спецмашины для борьбы с наводнением. Жителям рекомендуют не выходить из дома и держаться подальше от дорог общего пользования. Прекращение проливных дождей в ближайшие дни синоптики не ожидают. В Греции рекордная волна жары. Температура днем достигает 43 градусов в тени. В столице и еще нескольких регионах страны закрыты школы. В самое знойное время с полудня до пяти часов вечера недоступна для посетителей и главная туристическая достопримечательность – Афинский Акрополь. Власти рекомендовали предприятиям по возможности переводить сотрудников на удаленную работу. Греческие метеорологи отмечают, что еще никогда жара не приходила так рано. Обычно такую экстремальную температуру отмечали только к середине лета. К событиям в нашей стране. Будут ли наказывать артистов за нецензурную брань на сцене? На этот вопрос ответила сегодня министр культуры и информации. По словам Аиды Балаевой, запрет на нецензурную лексику распространяется не только на отечественных, но и на иностранных артистов. Глава ведомства отметила, что миссия деятелей культуры – нести духовные ценности. А исполнители, которые выходят на сцену и зарабатывают посредством своего таланта, должны уважать своего зрителя и контролировать свое поведение. Если мы сейчас спокойно будем допускать, что со сцены будут материться, употреблять алкогольные или наркотические вещества, ну как это будет вообще действовать? Поэтому однозначно мы сейчас поднимаем вопросы. Сцену нужно уважать. Отмечу, 7 марта в Кодекс об административных правонарушениях введены поправки, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Так, любители сквернословить в общественных местах могут быть оштрафованы на 20 МРП. Это около 73 тысяч тенге. За мат также может последовать арест до 15 суток, а в случае повторного нарушения – до 30 дней. И еще сегодня Аида Балаева сообщила, что возможно правительство пересмотрит минимальное количество подписей для официального рассмотрения петиции. Сейчас нужно всего 50 тысяч. Казахстанцы активно создают петиции, они касаются разных сфер. Например, петицию об отмене утильсбора уже должны начать рассматривать в Министерстве промышленности и строительства. Об этом сообщил глава этого ведомства Канад Шарлопаев. Также необходимый порог преодолел и документ по отмене перевода времени. Правительство теперь обязано рассмотреть. Это процедурный вопрос, это закон. И мы будем, соответствующая рабочая группа собирается, и мы будем эту петицию рассматривать с привлечением автора петиции, активных экспертов истории с этой стороны, ученых прежде всего, ну и государственных чиновников. По закону на рассмотрение петиции у правительства страны есть 40 дней. Продолжим выпуск. Молодая женщина родила ребенка в поезде. Она ехала из села в Жизказган, там в роддоме ее ждали врачи. Однако помощь в экстренных родах оказали пассажиры. Среди них, к счастью, были медработники. Наша съемочная группа нашла героев этой истории и даже побывала на выписке. Амина Манаева расскажет. Гульнар Рустемова более 40 лет работала педиатром. Недавно вышла на пенсию. В тот день ехала из Казаларды в Астану, наслаждалась поездкой. В коридоре слышала голос, что требуется врач, акушер-гинеколог. В соседнем вагоне рожает женщина, нужна помощь. Мы и так смотрели, давление, все, пульс, живот. Думали, довезем до Жизказгана. Восьмой месяц беременности ночью у будущей мамы начались сильные схватки. Служебная машина в селе сломана, до города почти 280 километров. Пришлось срочно садиться на поезд в сопровождении медсестры. Поездка получилась и трудной, и в то же время интересной, запоминающейся. Во-первых, у нас не было билета до Жизказгана. Полицейские увидели, что я в положении, и помогли найти место. Потом они заранее вызвали скорую, чтобы в городе на вокзале нас встретили. За будущую маму переживали всем поездом. В это время Гульна Рустемова и три медсестры делали свою работу. У Ахбелек Жахсалых были первые роды. Как правило, они всегда непростые. В купе было тесно. Пять человек, не развернуться. С собой только один чемодан для экстренной помощи. 30 лет тому назад я работала в селе. Я принимала и роды на дому, и на работе. На ФАПе я с вами работала. Но вот чтобы на поезде роды принимать, я никогда не думала. Я сейчас много чего хотела сказать, но меня уже трясет. Если бы не три медсестры, я не знаю, что было бы. Но все прошло благополучно. Родился здоровый мальчик весом 2 800. Маму с ребенком передали врачам скорой помощи. Гульна Рустемова поехала дальше. Позже новоиспеченные родители связались с ней и поблагодарили за помощь. Пассажирам поезда большое спасибо. Все переживали, желали нам всего хорошего. Особую благодарность хочу выразить Манат, Русте, Гульнар. Именно благодаря им я благополучно родила в поезде. Потом нас доставили в больницу, врачи осмотрели. Со мной и ребенком все хорошо. Я впервые стал папой. Я так рад. И в первую очередь хочу поблагодарить свою супругу. Сотрудники полиции помогли ей. Сопровождали, звонили в скорую. Врачам. Спасибо им большое. И, конечно же, всем тем, кто в поезде помогал. Благодарю вас. Как хорошо, что есть такие прекрасные люди, которые всегда помогут. По данным Казахстан-Тимур Жулы, за последние три года в поездах на свет появились 13 младенцев. Маленький Сартай стал четвертым с начала этого года. Амина Манаева, Первый канал Евразия. Проявлять нулевую терпимость и сообщать о возможных случаях насилия над детьми и любых семейно-бытовых происшествиях призывают казахстанцев сенаторы. Через три дня в стране начнет действовать специальный закон. По словам депутатов, работа над ним была кропотливой и долгой. Каждый ребенок в семье должен чувствовать себя в безопасности. Ребенок в семье должен чувствовать себя комфортно. И поэтому данные законы ведут именно, вот скажем, к таким мерам. Вопрос о педофилии, которая имеет срок пожизненный. Почему я акцентирую на этом внимание, ну, даже говорить об этом тяжело, не говоря о том уже, когда ребенок подвергается такому насилию. Семейных дебоширов, насильников и тиранов ждет более строгое, чем сейчас наказание до пожизненного лишения свободы. Депутаты пообещали, что будут анализировать применение закона на практике. Если будет необходимо, вновь ужесточат наказание. Спор ценою в жизни несовершеннолетний погиб в Астане. При каких обстоятельствах, знает моя коллега, ведущая обзора тревожных новостей Мария Горбунова. Здравствуйте, подростки. Заключили пари, что один из них переплывет реку поперек. Но силы юноша не рассчитал и пошел ко дну. Помочь ему не успели, его тело на сушу подняли водолазы. Спасатели в очередной раз напомнили, вода не место для игр и проверки себя на прочность. Без сопровождения взрослых отпускать детей на водоемы одних смертельно опасно. Погибшему было 17 лет. Пятилетний мальчик трижды пережил клиническую смерть в Атырау. Отец малыша заметил, как он проглотил зуб, а затем ему резко стало плохо. Когда приехала скорая, ребенок не дышал и был без сознания. Пока его везли в больницу, сердце останавливалось несколько раз. Как выяснилось позже, причиной резкого ухудшения состояния мальчика был не инородный предмет внутри, а болезнь, которую родители, видимо, не заметили. Ребенка привезли с признаками клинической смерти, остановка сердца. Немедленно провели реанимацию. У медиков скорой было подозрение на инородный предмет внутри. Но при обследовании специалисты его не нашли. Обнаружили, что у малыша воспаление в легких двухнедельной давности. Мальчик в критическом состоянии, он под круглосуточным наблюдением специалиста. Нападение на полицейского в Алматинской области. Мужчина ехал на автомобиле по разметке, за что его остановили патрульные проверить документы. Слово за слово, и агрессор пошел в рукопашную со стражем порядка. Укращать строптио пришлось сразу нескольким правоохранителям. Свои лучшие годы парень может провести в местах не столь отдаленных. Он в изоляторе временного содержания. Дерзкое ралли устроил кортеж на дорогах Алматы. Только посмотрите, несколько машин грубо нарушали правила и перекрывали путь другим автомобилистам. Мало того, молодежь решила отличиться и высунулась из окон легковушки. Вот так, с ветерком, рассекая по проезжей части. Чудом обошлось без травм. Сначала в соцсетях распространялась информация, что это выпускники. Однако на самом деле это была свадебная колонна. Торжество обернулось разбирательством в полицейском участке. За опасные выходки на дороге четверых водителей легкачей оштрафовали. Больше суток тушили мусорный полигон в городе Кунаев Алматинской области. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Пелена серого дыма затянула округу. Дышать там было непросто. Отходы горели не только на поверхности, но и тлели внутри, на глубине 4 метров. Пламя спасатели тушили водой, помимо этого засыпали грунтом. Часы ударной работы профессионалов и пожар удалось ликвидировать полностью. Пострадавших, к счастью, нет. Причину ЧП предстоит выяснить. У меня к этому часу все. Слово тебе, Вероника. Маша, спасибо. Я продолжу главные новости. Пенсионерка из села Аксук из Лардинской области зачитала рэп-поздравления на свадьбе и стала популярной в социальных сетях. Минусовка хита из 2000-х. Рэп-исполнителя 50 Cent, Just a Lil Beat, идеально легло под поздравительные слова. Автором текста оказалась молодая родственница, а восходящую звезду казнета зовут Зибаша Пам. Она признается, что участвовала в свадебном конкурсе, где нужно было поздравить виновников торжества под современные биты. Пенсионерка не растерялась и старалась попадать в такт. Нам удалось связаться с Зибаша Пам. У нас все в семье творческие люди, близки к музыке. Мне нравится ходить на свадьбы и петь песни. Я вообще сама являюсь участницей ансамбля в нашем селе Асыл Ажелер. Этот ролик был снят на золотой свадьбе моей знакомой. Условием конкурса было зачитать песню или поздравления в стиле рэп. Но я решила поздравить виновников торжества. Мы тоже присоединимся к поздравлениям. Карту загрязненных мест создали в Казахстане. В рамках акции «Таза Бисимба» партийцы и эко-волонтеры нашли самые мусорные районы, которые срочно нуждаются в уборке. В список вошли участки дорог возле республиканских трасс, окраины населенных пунктов, заброшенные скверы, несанкционированные свалки. Как ликвидируют такие злополучные места и о чем просят эко-активисты казахстанцев, узнавала Зауреж Бисимбаева. Небольшая роща у проезжей части попала на карту загрязненных мест Усть-Каменогорска. Первым делом эко-активисты провели здесь санитарную обрезку деревьев, убрали ветки, которые мешают водителям. Было удачное место выбрано. Мы видим, что здесь очень много и бутылок, и бытового мусора, даже шприцы попадаются. Я думаю, после того, как оно будет приведено в належащее состояние, здесь будет обеспечен постоянный уход, то эта несанкционированная свалка здесь больше не будет. В чистый четверг Усть-Каменогорский сегодня собрал людей разных профессий. Нариман Каирбеков – научный сотрудник местного университета. О вреде пластиковых отходов он знает, как никто другой. Несколько лет занимался этой темой, и поэтому просит казахстанцев правильно утилизировать мусор. Пластиковая бутылка, по словам ученых, разлагается в почве 450 лет. Волонтеры просят горожан, которые не могут выйти на субботники, хотя бы сортировать мусор. В городе есть несколько эко-пунктов. Здесь можно не только сдать тару, но и заработать. Здравствуйте. Добрый день. Сколько стоит килограмм пластика? Килограмм стоит 50 тенге. Также вот у нас на весах ровно килограмм. Все отображается на табло ровно килограмм. А что еще принимаете? Мы принимаем картон крафтовый 10 тенге килограмм и алюминиевые баночки за 100 тенге за килограмм. И потом куда все эти отходы отправляются? Вот он уже полный контейнер. Это все отправляется на сортировочный завод. В Мангистауской области мусор некоторые вынесли прямо к водоему. По словам волонтеров, стихийные свалки здесь на каждом шагу. И в основном везде строительные отходы. Чтобы очистить берег в регионе, специально создали график уборки. Экологи на 369 тысяч тенге оштрафовали заместителя Акима сельского округа Атамикен, который отвечает за благоустройство территории. Ашимкенские экоактивисты взялись за решение проблемы в зонах отдыха, где часто оставляют мусор после пикников. Например, за границей люди, если отдыхают на природе, то всегда за собой убирают. А у нас некоторые граждане позволяют себе, где сидел, там и оставил мусор. Надеемся, что в этом плане уровень ответственности у людей повысится. При этом экоактивисты отметили, что ответственных людей все же больше. И число участников акции по приведению в порядок улиц города растет. Зауря Жветимбаева, Дамир Айткужанов, Первый канал Евразия. События, комментарии, анализ, прогнозы, герои и антигерои уходящей недели. Команда программы «Аналитика» готовит к эфиру очередной выпуск. Все подробности в это воскресенье в 20.00. На этой неделе в программе «Аналитика» ни квартиры, ни денег. Вместо выходных мечты – дырка в семейном бюджете, а также новые технологии на службе у преступников. Как защититься? Большая проблема с мошенничеством. То, что когда оно совершено, вернуть деньги, как правило, очень сложно. Эксклюзивные истории с той стороны забора с колючей проволокой. Считанные граммы, которые переворачивают все с ног на голову. Потерял 10 лет жизни своей, еще и молодости, но на того не стоит. Пожароопасный сезон стартовал. Разный уровень угрозы отражается на отдыхающих. Как надо правильно планировать поездки на шашлыки. Когда жарко и погода сыт, он может хоть от чего загорится моментально, от любой искры. Смотрите в это воскресенье в 20.00. Приложение, которое облегчает жизнь хозяев кошек, создали в Японии. Искусственный интеллект может определить, когда питомца нужно отвезти к ветеринару. Как это работает, расскажет Айжан Успанова. Маю Микита Ката, хозяйка 14-летнего кота, очень часто стала его фотографировать. Не ради воспоминаний, а чтобы выяснить, болен или здоров ее любимец. Чи, так его зовут, уже не молодой и любит лакомства. Его самочувствие в приоритете у женщины. У кота в прошлом была травма рта, а боли стало известно, когда он ел. Но теперь я могу определить это без приема пищи. Это очень полезно. Приложение анализирует вид животного и определяет, испытывает ли котик боль. Данные загружаются в таблицу и по цветам можно понять, когда пора обратиться к ветеринару. Чтобы проверить приложение, я использовала фотографию умершего от рака кота. И по результату стало понятно, что ему в тот момент было больно. Но тогда мы выявили это поздно. Если бы у меня тогда было это приложение, смогла ли бы я его спасти? Создатели приложения провели анализ более 6000 фотографий кошек. Точность определения состояния здоровья домашнего животного составляет 95%. Наша статистика показывает, что более 70% пожилых кошек страдают артритом или испытывают разную боль. Но только с 2% из них действительно обращаются в больницу. Причина в том, что владельцы обычно не осознают, что их кошкам больно. Приложение можно пользоваться и не зная языка. Мы надеемся, что оно поможет многим. За три месяца с начала запуска приложение скачали 230 тысяч клиентов. Домашние животные играют важную роль в жизни японцев, как спутников, из-за старения населения и резкого падения рождаемости. Специалисты посчитали, что в стране в прошлом году было 16 миллионов домашних кошек и собак. А это на 2 миллиона больше, чем детей до 15 лет. Айжан Успанова, Первый канал Евразия. К другим темам. Бесплатные занятия с тренером и эмоции от командных видов спорта. В столице реализуется не обычный проект «Аулафит». Кто может стать его участником и почему он так полюбился астанчанам, расскажет Алишер Нурмагомбет. Раз, два, носочки не отделяем. Рауза Алдабергенова – пенсионерка. На заслуженном отдыхе появилась возможность уделить время себе. Увлеклась спортом. Рауза тренируется в группе проекта «Аулафит». Он дает возможность бесплатно заниматься с тренером. Добрая атмосфера у нас. С утра все улыбаются. Он даже цветок нашему тренеру принесли. Бодрящий. Я прихожу второй день. Мне очень удобно и понравилось, что откроешь глаза и ты занимаешься гимнастикой. Это бодрость. В «Аулафите» участвуют 32 роз столицы. Заниматься в разное время могут как взрослые, так и дети. Тренировки на открытом воздухе проходят три раза в неделю. Организаторы сравнивают их с занятиями физкультурой в школе. Со взрослыми у нас программа «Заровительный фитнес» и «Суставная гимнастика». С детьми небольшая зарядка, пробежка. А потом в основном игровая форма. Мы играем в активные игры. Тренировки длятся около часа. Расписания занятий размещены на странице в социальных сетях проекта. Программу «Аулафит» несколько лет назад предложил олимпийский чемпион по боксу Сирик Сапиев. Бесплатные тренировки рассчитаны на все лето. В Астане впервые показали, как будут выглядеть призовые медали для победителей пятых всемирных игр кочевников. Их продемонстрировали депутаты Мажелиса и Сената. На медалях изображен шанрак, под которым разместили официальный логотип игр. Народных избранников пригласили организаторы соревнований, а для них отчитались. На сегодня подготовка подходит к финалу. Мы говорим постоянно о том, что и так это и есть, что игры кочевников это не проект только столичный, это страновой проект. Это проект, в котором, так скажем, говоря спортивным языком, заиграна вся страна. А депутаты, представляя свои регионы, очень активно интересуются, как именно это происходит. Организаторы рассказали депутатам, в связи с паводками в стране бюджет игр пришлось сократить на 1 миллиард 700 миллионов тенге. Но и те отраты, которые запланированы, подверглись критике. Так, мажоресмена Рината Заитова возмутила, что на создание рекламных роликов организаторы выделили около 200 миллионов. Совсем не нужно было тратить 200 миллионов. Я предлагаю вам простое решение. Если вы объявите среди казахстанцев конкурс с призовым фондом в 200 тысяч тенге, вы получите минимум тысячу предложений на съемку этих роликов. Я даю вам гарантию, работу следовало организовать так. Напомню, пятые всемирные игры кочевников стартуют в Астане 8 сентября. На сегодня участие в них подтвердили 89 стран. Соревнования пройдут по 21 виду спорта. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Берегите себя и своих близких. До свидания.